Блюда сибирской кухни учат готовить поворот из Новосибирска. Им не только раскрыли секреты рецептов, но и рассказали об истории русской кухни. Кулинары повышают мастерство в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею. Как правильно варить настоящие щи, узнала Анна Братушкина. Павел – шеф-повар. Любит кулинарию с самого детства. Смеется, что жег немало продуктов. Но ужин для родителей готовил даже в первом классе. Сегодня Павел узнает секреты аутентичных сибирских блюд на практическом семинаре. Мы каждый день чему-то учимся. Эта кулинария не стоит на месте. Всегда что-то новое, новые тенденции, новое развитие, новое обучение в других странах, новое обучение на каких-то новых проектах. Поваров и других работников общепита сегодня учат специалист по блюдам русской кухни Максим Сырников. Он не только показывает, как нужно готовить, но и рассказывает историю русской кухни. Объясняет, сибирская кухня – это сочетание блюд коренных народов и самых древних кулинарных традиций. Между сибирской кухней, предположим, уральской, ничего подобного нет. То есть, да, есть отличие, есть свои продукты, есть свои блюда, которые незнакомы жителям других регионов. Но все-таки это все в едином формате традиционной русской кухни. Сегодня поваров учат, как правильно готовить настоящие сибирские щи. Бульон обязательно варят на утином мясе, а капусту добавляют только квашеную. Щипотакому рецепту совсем скоро появятся во многих заведениях Новосибирска. А к молодежному чемпионату мира для гостей города даже сделают специальный буклет с названиями русских блюд и адресами, где можно их попробовать. Хотим удивить иностранных и не только иностранных гостей города, именно еще и кулинарными, так сказать, гастрономическими чудесами. Если турист приезжает в такой аутентичный регион, как Сибирь, конечно же, он должен еще и гастрономическим туризмом здесь позаниматься точно. Повара уверены, сибирская кухня – это очень вкусно. И интересно, она будет не только иностранным гостям, но и самим новосибирцам. Анна Братушкина и Евгений Макаров. Новосибирские новости.